Здравствуйте! В эфире рубрика онлайн. В студии Руслана Манов. О самых значимых событиях в мире интернета узнаете прямо сейчас. Теперь плащ-невидимка существует не только в книгах о Гарри Поттере. Сингапурский ученый Бейл Джанг продемонстрировал на конференции TED в Лос-Анджелесе устройство, способное делать предметы невидимыми. Пока что на одежду устройство похоже очень мало. Оно представляет собой небольшой прозрачный четырехугольник, способный преломлять лучи света таким образом, чтобы находящийся за ним объект исчезал из поля зрения. Сам ученый признался, что разработал новинку просто для развлечения. «Мне просто показалось, что идея очень крутая», рассказал журналистам Джанг. Ученый отметил, что проект находится в ранней стадии разработки. В ближайшем будущем исследователи надеются увеличить размер плаща-невидимки, чтобы при его помощи можно было прятать более крупные предметы. Джанг утверждает, что его работа может привести к открытиям во многих смежных областях. Наибольший интерес к плащу-невидимки проявляют военные. Использование подобных материалов может сделать боевую технику и самолеты невидимыми, что позволит получить значительное превосходство в бою. Под брендом Polaroid выйдет на рынок необычное устройство под названием Socialmatic. Камера, которая внешне похожа на значок приложения Instagram, будет работать на Android и сможет моментально печатать на встроенном принтере фотографии, обработанные в Instagram и других приложениях. Изначально камера Socialmatic была только красивым концептом. Однако потенциальные потребители проявили к идее такой интерес, что было принято решение запустить ее в производство. Тем не менее, дело не сдвинулось с мертвой точки, пока к проекту не подключилась знаменитая фирма Polaroid, прославившаяся благодаря аналоговым камерам, моментально печатающим снимки. Следует отметить, что сотрудничество с Polaroid несет важную символическую функцию. Дизайн камеры Socialmatic срисован с иконки Instagram. Предполагается, что камера будет поставляться в четырех версиях, которые будут различаться объемом встроенной памяти 16 или 32 ГБ и наличием 3G-модуля. Вероятнее всего, устройство будет работать на операционной системе Android, что позволит установить на камеру множество фотоприложений, клиенты соцсетей и даже игры. Камера появится на рынке в первом квартале 2014 года. Kuzu — это необычная мобильная соцсеть, которая позволит с легкостью создавать и просматривать живые веб-трансляции, привязывать их к карте и развивать по категориям. Сервис позволит моментально оценивать загруженность дорог, размер очереди в больнице или, к примеру, количество людей в метро. У людей чаще всего нет достаточно времени, терпения и технологического умения, чтобы настроить живую трансляцию с веб-камеры. Однако, если пользователь загрузит Kuzu на ненужный iPhone или iPad Touch, процесс создания канала займет меньше минуты. В ближайшее время разработчики портируют программу и на Android. Всем покупателям приложения стартап пошлет специальную присоску для смартфона, которая позволит прикрепить телефон к окну. Пока что приложение позволяет создать живые трансляции в пределах Сан-Франциско, однако в течение ближайших месяцев разработчики надеются превратить свой проект во всемирную соцсеть. Сейчас у всех есть основной смартфон, но где-то глубоко в ящиках стола валяется несколько ненужных устаревших трубок. Чтобы стимулировать пользователей создавать интересные каналы, Kuzu будет вознаграждать создателей популярных трансляций. Приложение позволит не только создавать полноценные трансляции с веб-камер, но и просто прикреплять к карте свои ролики. Kuzu не записывает аудио. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на соединение и избежать нарушения конфиденциальности. Стартап вообще уделяет большое внимание приватности. Направить свою камеру на задний двор соседнего дома не получится. Сервис позволяет создавать живые трансляции только для публичных мест. Тем не менее, у проекта появилось и немало противников. Люди опасаются, что появление живых трансляций может спровоцировать нарушение приватности. Многих пугает перспективы того, что в каждый конкретный момент неизвестные люди могут наблюдать каждое действие. Тем не менее, запуск проекта кажется неизбежным. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета. Ну вот и все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе. С вами был Руслан Иванов. Рубрика онлайн. Увидимся уже на следующей неделе. В мире еще так много интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok